У патрульно-постовой службы российской полиции вековой юбилей. Как правило, именно представители ППС первыми приходят на помощь людям, пострадавшим от противоправных действий. Зачастую также приходится разбираться в семейных скандалах и конфликтах соседей. О буднях сотрудников в нашем сюжете. Во время дежурства патрули ППС много времени проводят в движении. Инспекторы внимательно смотрят по сторонам, контролируя обстановку с порядком на улицах. В зоне ответственности и безопасность на дорогах. При необходимости сотрудники могут остановить нарушителя правил. В этом веке спектр задач у сотрудников службы расширился. Часто заглядывают в лесные массивы на территории города, которые закладчики используют в своих криминальных логистических целях. Буквально полгода назад мы здесь обнаружили автомобиль, который стоял очень подозрительно. Сразу нам показалось, мы начали следить за ним. И через некоторое время из лесного массива начал ходить гражданин. Мы подъехали, так как фары светили, он не увидел, что это патрульная машина. Он воспринял, что это его товарищи. Но когда мы вышли и подошли к нему, он нас увидел и сразу из кармана вытащил наркотическое средство и сбросил на землю. В случае этого мы его задержали. Топ тематики вызовов меняется не сильно. Семейные разборки, пьяные на улицах, жильцы домов жалуются друг на друга из-за акустических эффектов, мешающих спать. Но есть в этой стабильности место и нестандартным случаем. К примеру, один сахалинец недавно перепутал свою квартиру с чужой. Улезел вместо Павлика, что ли? Не надо пить! В сахалинской версии иронии судьбы мужчина, спутавший адрес, зашел не через дверь, а в окно. Граждане из данной квартиры стояли на улице и поясняли нам, что неизвестный гражданин находится у них в квартире. Открыв квартиру, там был очень пьяный гражданин, который думал, что он находится в своей квартире и что разбил стекло он в своей квартире. Сахалинскую историю службы, которая отмечает вековой юбилей, можно отследить по фотографиям, размещенным на стендах актового зала. Некоторые из них уносят лет на 50 назад. В более современной части этой экспозиции есть снимки из Красногорского детского дома. ППС несколько лет назад взяло шество над этим учреждением. Сотрудники навещают ребят, привозят подарки, деятельность инспекторов и в других случаях выходят за рамки служебных задач. Если мне не изменяй память, в 2002 году у нас был большой снегопад. В принципе, улицы и дома завалило снегом. Наши сотрудники выезжали, оказали помощь. В плане, людям доставали из квартиры первых этажей, потому что все было отдавали на снегом. Выезжали на землетрясение, которое состоялось в Нефтегорске было. В Невельское землетрясение выезжали, оказывали помощь населению. Вековой юбилей службы отметили в ДК «Родина». В зале от руководителя островной полиции принимали поздравления отличившиеся представители районных подразделений. Отмечены разные успехи. К примеру, сотрудница из Долинска во внерабочее время задержала похитителя велосипеда. В противостоянии угонщик использовал ножницы. Я подбежала к нему, приставилась. Он вытащил из рукава ножницы и кинулся на меня. Я отбила ножницы и задержала его. Все. И вызвали полицию. Не страшно было? Нет. Но это первый случай, когда он физически, ну, физическую силу приходится применять? Нет. Или другие случаи бывают? Бывают. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, отдавших десятилетия патрульно-постовой службе. В кулуарах они вспоминали прошлое. Сейчас такой проблемы, как таковой, нету. А в 80-е годы, 90-е, это очень ресторанные драки с летающими столами, тарелками. Все было. И когда там полресторана, двум постовым, если кто-то подъедет, нужно разобраться, нужно сразу вести буквально там минуты-секунды, когда прибудет помощь, чтобы им объяснить, кого задержать, за что, а кого наоборот не надо задерживать, кто свидетель. Это работа минуты-секунды. И здесь нужен опыт, опыт и еще раз опыт. У патрульно-постовой службы нет выходных, поэтому на торжественной церемонии смогли присутствовать не все сотрудники. Почетные грамоты им вручили перед началом очередного дежурства. Алексей Трелицкий, Александр Кладов, Илья Назаров, Солнце ТВ.